здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня я веду я михаил горин тем у нас много как и событий и теракты продолжаются есть экономические новости но сам наверное эмоциональным событием на мой взгляд прошедшие недели была пресс-конференция которую дали родители погибшего старшего сержанта израильской армии вот об этом мы поговорим с нашим первым гостем директор сайта дата 24 алексом гальцикером ставьте алекс добрый вечер я думаю что вы увидели эту пресс-конференцию о ней много писали я просто напомню тем кто не в курсе и смотрит нас не из израиля что старший сержант орен шауль был признан погибшим во время операции нерушимая скала я поговорю почему признан погибшим потому что тело его таки не было найдено хамас неоднократно за эти полтора года утверждал что вроде бы то ли тело его находится у них то ли даже он живой и вот поводом для этой пресс-конференции родителей погибшего сержанта стало некое письмо которое они получили вроде бы от хамаса в котором их якобы живой сын обращался к ним за помощью с просьбой устроить компанию его поддержку ваше отношение к этом потому что здесь много как бы было слухов действительно письмо на правильная неправильная подделка не подделка ну во первых уточнение небольшое он его официальный статус урона шауля это солдат место захоронения которого неизвестно то есть да это не означает что он не погиб но тем не менее другая немножко формулировка специально принято для таких случаев когда располагают определенной информации о том что скорее всего его нет живых информацию от как правило заверяет главный врач армии обороны израиля игла главный раввин армии обороны израиля и с этим предсообщением собственно приходят к родителям солдата как я как отношусь к пресс-конференции как таковой это безусловно право родителей это их личная так сказать позиция не все себя могут вести скажем так сдержанно вели себя например родители покойного накшона ваксмана которого который погиб в результате попытки его освободить из плена была немножко и нас совсем иная ситуация но тем не менее я не я ни в коем случае не осуждаю и даже не совсем сравниваю эти случаи просто это их право их право себя вести так я понимаю что и внутреннее давление испытывалось все это время тем более что со стороны хамаса поступало поступали те или иные заявления как вы говорили здесь о том что он жив и о том что тело его находится у них в руках вероятно действительно они располагают как минимум останками погибшего солдата другое дело как себя поведет при этом руководство страны вследствие так сказать опыта полученного в результате сделки по геладу шалиту были еще несколько сделок до этого когда мы отпускали тысячи заключенных самая громкая была гелад шалит свыше 1000 человек да но вы но были сделки когда мы обменивались обменивали на тела погибших солдат живых террористов отпускали и так далее в результате заседала комиссия собраться из была собрана комиссия естественным образом и ее работа и результаты ее работы они остаются для нас загадкой до того как мы узнаем сказать что было на самом деле если мы попытаемся проанализировать скажем те два случая с солдатами которые место которых которые определены в результате как солдаты место которых неизвестно во время операции нерушимая скала то ну скажем так сразу все заговорили и вся страна узнала о существующем режиме ханнибал который был введен циалем наверняка вводился каких-то других случаях но скажем так это не придавалось такой оглас я думаю что стоит разъяснить хотя бы в двух словах что это за режим 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 каннибал это это режим при котором скажем при достоверной из полученной информации о том что похищен солдат непосредственно с военных позиций это важно потому что скажем если есть информация о том что похищена солдатка где-то на трипиаде то займет несколько часов провести так сказать перекличку для того чтобы понять было такое похищение или нет параллельно естественно будет преследование автомобиля и так далее в случае когда похищается солдат во время военной операции естественно об этом тот кто его окружает знает просто вот ежесекунду то есть ту же секунду вот и соответственно сказать передается информация об этом вследствие чего военная авиация израиля проводит определенные действия в зоне предполагаемого похищения которые практически не оставляют шансов на выживание ни похитителю непохищенным можно по-разному к этому относиться но вероятно это один из выводов который был сделан комиссией чтобы не приводить ситуацию к той которая была с геладом шалитом этот режим был принят и в данном случае что собственно вероятно и вероятно потому что мне неизвестно какой информации располагал скажем главный военный раввин когда он принимал решение о том что он согласен подняться в дом к родителям солдата и сообщить им о том что он считает что его можно считать погибшим как место которого не неизвестно но это прежде всего говорит о том что комиссия каким-то выводом пришла потому что в случае с геладом шалитом например это режим не был введен хотя знали о том что похищен солдат не знали о том каком он состоянии но знали достаточно быстро далее поведение политиков да она сказать если раньше реакция на любое выступление отца гелада шалита в сми вызывала некий резонанс в свете среди министров наших даже в том числе и силовиков и каждый выступал тот тоже на самом деле немножко другая ситуация потому что уже были доказательства того что он жив достоверные было видя пленка много всего и мы вели переговоры о возвращении действительно живого солдата здесь включается еще специфика так сказать нашей израильской жизни то есть все солдаты они наши дети и поэтому сказать об общество разделилось скажем на две части я не возьму сейчас сказать какая больше какая меньше те кто считали что нужно вернуть гелада шрида любой ценой и те кто считали что вот за за ценой нужно постоять так сказать здесь приводились разные доводы приводились сказать доводы людей которые вели когда-то переговоры по освобождению рона арада есть такой адвокат анон зихроне который когда-то возглавлял эту группу и вот когда он сидел в студии когда там самый разгар споров о возвращении гелада шрида домой его спросили как вы бы были готовы отдать эту цену чтобы рона рад вернулся сегодня домой он сказал да однозначно совершенно так зачем ждать 20 лет да то есть вот вот например такой довод конечно же нужно сделать все политическое руководство прежде всего должно сделать все для того чтобы не допустить ситуацию при которой возникают палатки протеста оказывается определенное давление на правительство которое вынуждено будет принимать решение сказать под под давлением определиться этим вопросом общество простите руководство страны в таких ситуациях предпочитает во всем еще у меня сложилось такое впечатление по предыдущему опыту консервировать ситуацию в надежде что вот она не взорвется а там видно будет родители ароны утверждают что они полтора года обращаются к руководству страны с просьбой изнести хоть какую-то ясность в эту ситуацию потому что они получали сигналы от хамаса и раньше им никто не идет навстречу с ними никто не разговаривает практически говорят вот статус определен и все теперь они говорят что если практически я не цитирую но они говорят что если им хамас докажет что их сын жив то они перевернут грубо говоря всю страну как они сказали всю страну и весь мир да и весь мир хамас выставил совершенно четкие требования во всем еще пока что предварительно это тоже отпустить заключенных и так далее и тому подобное как оно и было и раньше вы упомянули что когда была сделка гела дошари то страна разделилась практически пополам я хорошо помню статистику действительно практически 50 на 50 на ваш взгляд если сейчас выяснится что да есть предмет для нового торга что произойдет ну в вашем вопросе я разделю это на две части во первых ощущение того что правительство как бы пытается законсервировать ситуацию это вполне возможно один из выводов комиссии который был сделан действительно пытаться скопировать скажем американскую ситуацию на израильское общество не факт что это сработает но сократить до минимума контакты семей похищенных солдат в том или ином статусе с руководством страны для того чтобы решения руководства принимались в искать за чтобы эмоции были вынес вынесены за скобки при принятии этих решений теперь о второй части вопроса мы живем в мире когда хамас может напрямую обращаться к родителям похищенного солдата есть интернет и социальные сети так сказать много способов для того чтобы до них донести что-то те доказательства которые были предъявлены родителям в данном случае речь идет только о письме которое по проверке министерства обороны по проверке министерства обороны оказалась подделкой там даже родители не сильно верили в это но мало ли попросили проверить вот то есть вероятность подделки очень высока что касается того что государство так сказать игнорирует их я думаю что они преувеличивают потому что скорее всего возможно их контакты сведены до минимума с премьер-министром с министром обороны но есть специальный отдел при министерстве обороны который занимается солдатами которые пропали без вести я почти уверен что если они обращаются туда да там никто не уполномочен изменять статус солдата который место которого место сохранение которого неизвестно но контактировать безусловно можно есть определенные услуги определённой помощи которую родители могут получать как я к этому отношусь я считаю что это Я считаю, что это очень правильно, потому что, во всяком случае, так это работает в других странах. Я думаю, что после большого опыта военных действий в армии США можно поучиться некоторым вещам у них, некоторым можно поучиться у нас, но в данном случае это, наверное, схема правильная. — Потому что везде своя специфика. — Есть, безусловно. Мы другое общество. — Ментально-региозные особенности. Это очень много. — Совершенно иное, вне всякого сомнения. Но стремиться нужно к тому, чтобы контакты родителей, по крайней мере, Урона Шауля с премьер-министром были ограничены. Потому что в результате это приведет к тому, что будет назначен представитель, который будет вести переговоры, появится цена неизвестного чего. Потому что переговоры по Геладу на самом деле начались до того, как появились доказательства. То есть доказательства того, что он жив. То есть мы знали, что у него находится, что в руках у Хамаса находится либо тело Гелада Шрида, либо он непосредственно. Так вот, тут тоже может возникнуть ситуация, при которой начнутся переговоры, непонятно о чем, с той стороны, а с их стороны требования уже выставлены. Уже есть определенная цифра чуть ли не всех законодательных. — Да, это становится базисом для торгов. — Появляются общественные организации, которые, безусловно, поддержат по ряду причин родителей, помогут им организовать общественное движение. Наверное, вот это нужно оставить, если уж для переговоров, то на очень закрытом уровне и для очень узкого круга людей. И с минимальным, так сказать, доступом СМИ к этим переговорам. Чтобы избежать опять того, что случилось с Геладом Шаритом. — Да. Хорошо. Есть еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить. Тем более, что по первой теме никаких выводов или рецептов мы все равно не дадим. Эта ситуация неуправляемая. И непонятно, как она будет развиваться. Есть еще одна тема, которая отчасти тоже примыкает к этой, то есть к армии и солдатам. Речь о том, что есть такая молодежная сионистская организация «Им-Терцу». Я даже не знаю, как перевести. Если захотим. — Ну, если захотите. — Если захотите. — Да, это половина фразы Герцля «Им-Терцу, Энзу, Агада». То есть, если захотите, то… — То сделайте. — Имелось в виду еврейское государство. Если захотите, то это не сказка. — Ну да, вот «Им-Терцу», если захотите. И эта организация опубликовала отчет. Я потом цифры приведу. Но вкратце можно сформулировать так, что это отчет о левых, как они говорят, и иных организациях, которые, как опять-таки считает «Им-Терцу» и ее активисты, антисианистские организации, которые работают, враждебный Израиль, работают против Израиля, и которые, в том числе, очерняют нашу армию, предоставляют сведения о наших солдатах, которые участвуют в операции, каким-то пропалестинским организациям за границей. Так вот, все вот эти организации, которые упоминаются в отчете «Им-Терцу», по их мнению, работают на европейские деньги различных фондов, которые тоже не дружественны на нашей стране, а также правительственных. И вот эта организация считает, что с этим надо что-то делать, принимать какие-то решения. Ваши комментарии. — Они призывают к тому, чтобы некоторые организации, как они говорят, «левого толка», и ставят знак равенства между «левого толка» и антисианистского, антиизраильского. — Совершенно верно. — Вот тут, наверное, не нужно перегибать палку. И не хочу, сразу забегая вперед, у меня по этому поводу, мне не любое финансирование структуры «левого толка» мешает. То есть, ради бога, хотят демонстрации устраивать на деньги европейского правительства, какого-то, какой-то страны. Возьму на себя смело, предположить, Швеции, например. — Ну, допустим. — По ряду причин, в том числе объективных. Какого-то фонда, который поддерживает, так сказать, плюрализм мнений и так далее, и тому подобное. Демонстрации права любого человека, высказывания своего мнения, безусловно. Все, что в рамках закона. Все до того момента, как, скажем, передача информации о действиях ЦАЛя во время операции «Несокрушимая скала». В результате вот этих действий буквально на несколько дней назад был задержан, арестован, задержан офицер ЦАЛя в Лондоне по такой вот информации. Да, это была, скажем так, это была процедура бюрократическая. Его допросили, отпустили. — Ну, они обязаны были делать, потому что был иск политики. — Да, мы знаем случаи гораздо хуже, когда там министр иностранных дел сидел в самолете и не выходил, когда бывший руководитель военной разведки тоже, так сказать, не мог посетить, по-моему, тоже Лондон, если я не ошибаюсь. Может, какой-то другой город в Европе. — В Лондоне, в Лондоне. — Тоже в Лондоне. Безусловно, деятельность этих организаций, она, так сказать, подрывает, вот эта деятельность, она, естественно, подрывает, так сказать, само право на существование государства Израиля. Здесь нужно разбираться. Если действительно деньги эти поступают из какого-то пропалестинского фонда или от какого-то правительственного фонда бельгийского, не знаю, что угодно, на вот такие действия, вот, это уже совершенно другая история. Вот тут уже это переходит грань в другую сторону. — В какую? — Это, во-первых, противозаконные действия. — Простите меня. — Как правило. — Не первый раз создаются эти отчеты, не первый раз поднимается этот вопрос. До сих пор не был выигран ни один иск по закрытию этой организации или что-либо сделать. — Трудно. Ну, во-первых, это не какая-то государственная комиссия, извините, организация, им терцу со всей, так сказать, серьезностью, которую... — Такие были и партии, и движения, которые пытались закрыть какие-то правозащитные или левые организации. — Не было государственной комиссии, в которую войдут определенные силы, скажем, два бывших верховных судьи, которые разберутся с этим, скажем, какой-то военачальник, какой-то бывший генинспектор полиции, который... — А зачем? Подождите. Если вот они считают, ну нет проблем, у вас есть юристы, подайте иск в суд, в прокуратуру. — Это, скорее всего, они сделают этот иск. — Так это делось и раньше, и ничего не выигрывалось. — Потому что у организации, им терцу, нет полномочий для расследования такого рода. Они приводят некие доводы, которые, скорее всего, доказательные базы под собой не имеют. Мы знаем, что действительно есть такие структуры левого толка, ультралевого толка, если хотим, которые действительно готовы переходить, так сказать, черту, которую я сейчас провел, и, так сказать, выходить за рамки демонстраций на сирийской границе или за рамки демонстраций у Министерства обороны или у дома главы правительства. Они готовы действительно заниматься поисками нарушений прав человека, в кавычках, да, во время операции «несокрушимая скала», потому что это последняя была, или, скажем, каких-то, возможно, соглашений международных во время той же операции. Нет полномочий у организации, им терцу, и, скорее всего, нет для этого ни опыта, ни знаний. То есть, они, мы же, как бы, что мы видели? Мы видели отчет в результате каких-то проверок, да, то есть, есть у них доказательства, что вот организация, которая работает... — А какие-то проверки? Все опубликовано. Эти организации, как и любая мута, то есть, некоммерческое объявление? — Я не уверен, я не уверен, что... — Оно прозрачно по своей финансовой деятельности. — Я не уверен, не уверен, что можно, так сказать, про... что они могут проследить связь между финансовыми поступлениями из какого-то пропалестинского фонда, который зарегистрирован в Италии, предположим, и действиями о конкретных людей в социальных сетях или, так сказать, в любой другой доступной платформе. Для этой причины следственной связи нужны профессионалы, которые проведут это расследование, прежде чем с этим обращаться в суд и пытаться вывести за рамки закона ту или иную организацию левого толка. Тут, во-первых, это не законодательная сила должна определять. То, что пытались сделать партии, то, что пытались сделать определенные депутаты Кнесета, этого тоже недостаточно, потому что это не тот уровень расследования. — А кто должен это делать? — Я думаю, что должно быть принято решение, вряд ли на основании этого отчета. Наверняка были отчеты и посерьезнее, чем... — Совершенно верно. — Да. Может быть принято решение о создании государственной комиссии... — Государственной? — Получается, государство будет изучать деятельность организаций определенной идеологической направленности. Не всех организаций вообще, в принципе, у которых есть финансирование из-за рубежа, которые непонятно еще занимаются противозаконной деятельностью, а будут изучать только конкретные организации. Вам не кажется, что в этом есть некий сомнительный момент? — Во-первых, был прецедент уже с партией мэра Кааны. Такое возможно. — Это партия? — Да. — Да, была партия. — Была парламентская структура. — Сегодня Амута, завтра становится партией. — Но тем не менее, вы говорите государственная комиссия. — Я, может быть, со словом комиссия немножко преувеличил. Безусловно, это должна быть государственная структура, госконтролер, генпрокуратура. То есть, все что угодно, но этим должны заниматься профессионалы. — Еще раз говорю, они должны проверить всех, кто получает финансирование из-за рубежа, и на какие цели тратятся эти деньги. — Госконтролер вообще может решить сам, что он будет проверять, а что он не будет проверять. Если к нему попадает на стол отчет организации МТРЦУ, и он считает, что он должен выделить, скажем, определенные средства из имеющихся у него немалых средств для того, чтобы проверить деятельность вот этих организаций в средстве отчета, он для этого там поставлен. И у него довольно большой штат опытных следователей, которые могут этим заниматься. Например, госконтролер может сам решить, для этого он государственный контролер, он не ждет указаний ни от кого прежде, чем заниматься. Но если этот отчет попадает к нему на стол, и он сочтет какие-то доводы в этом отчете справедливыми и заслуживающими внимания, он тоже может это проверить, прежде чем передавать это на государственную комиссию. Тогда в очередном отчете госконтролера появятся уже профессиональные доводы, которые проверены профессионалами, которые могут заслуживать внимания общественности гораздо больше, чем вот такой вот, скажем, весьма поверхностный. Да, если можно так сказать, наверняка, я не знаю, не исследовал, что конкретно проверяли и как проверяли представители организации МТРЦУ. Но вот такая вот прямая связь между, так сказать, финансированием из определенных фондов, где-то может даже притянутой за уши подвязки этих фондов к каким-то пропалестинским организациям. То есть достаточно того, что этот фонд находится там, среди прочего, одно из его отделений находится в Ромале. Это еще не повод его делать, так сказать, этот фонд пропалестинским, а именно так, там вот, по крайней мере, из того, что я видел в СМИ, именно так, как правило, там все завязано. Вот один из филиалов фонда находится в Ромале, значит, он враждебный Израилю. Ну, по такому принципу можно закрыть этот самый фонд Переса. Поэтому он часто организует совместные мероприятия с пропалестинскими организациями. — Безусловно. Поэтому я и говорю, тут нужно, если этот отчет и заслуживает внимания, то нужно заслужить внимания профессиональных структур. Я действительно, может, загнул там сразу с государственной комиссией, но у нас достаточно промежуточных, так сказать, вариантов для того, чтобы решить, заслуживать это внимание или нет. Если это, в общем-то, пустышка, фикция, то это на этом уровне должно остановиться. Если действительно можно проследить такую связь, то да, то да. Почему нет? Почему, собственно, нет? В конце концов, мы правовое государство, как и для всех одинаково правовое. Я думаю, что можно... — Пусть кто-то, кто может решить, соответствует законам деятельности таких организаций, да и вообще любых некоммерческих организаций. — На самом деле вопрос очень хороший. Почему до сих пор, скажем, такие структуры, и многие этим занимались, занималась этим партия НДИ очень серьезно. — Совершенно верно, я об этом сказал. И не один год. — И не один год. И в результате не получилось донести это даже до отчета госконтролера. — И это структуры, которые обладают хорошей юридической поддержкой, политической, законодательной. И тем не менее, ни вы, ни я не вспомнили ни одного иска в суд или попытки признать деятельность этих организаций незаконной. Очевидно, эти люди понимают, что, наверное, все-таки это очень сложно. — Во-первых, сложно. Во-вторых, скажем так, общественная организация левого толка подает иск в Верховный суд против сноса дома террориста. Их действия законны. Они, может, не нравятся большей части израильской обществе, безусловно, законны. Они же не приходят и не закрывают своими телами, не перекрывают дорогу бульдозеру. Они обращаются в суд, они обращаются в законную структуру, они делают абсолютно законную вещь. На какие деньги, это уже другой вопрос. Справедливо ли будет на деньги шведского правительства защищать в суде террориста? — К сожалению, у нас даже потом вполне легитимные и понятные действия суда, который должен выполнить определенную процедуру, считаются многими возмутительными и так далее и тому подобное. — И наоборот. — И наоборот. Спасибо за этот разговор. Всего доброго. А мы переходим к следующей теме. Субтитры создавал DimaTorzok